Здравствуйте! Сегодня давайте рассмотрим тему «Как удалить баннерную рекламу, которая при запуске браузера открывается на ее страницах». Итак, приступаем. Открываем «Мой компьютер», «Сервис», «Параметры папок». Это программное обеспечение Windows 7. Если у вас другое программное обеспечение, то заходим «Пуск», потом «Панель управления» и также ищем «Параметры папок». Потом «Вид» берем, опускаемся ниже, вот здесь. Показывает скрытые файлы, папки и диски. Нажимаем «Применить», «Окей». Теперь заходим в диск «С», это основной диск. «Пользователи», «Имя компьютера». Каждый, я думаю, называет своим именем. Потом открываем папку «Аптдата», потом «Локал». И здесь ищем папку «Гугл». Вот «Гугл». Открываем ее. Заходим в папку «Хром». Открываем папку «Юзердата». Здесь ищем папку «Дефолт». Открываем ее. И здесь ищем папку «Экстеншн». Открываем папку «Экстеншн». Переводится «Расширение». Открываем ее. В этой папке находятся идентификаторы всех расширений, которые у нас стоят на браузере. Они тоже все слетят, когда мы будем удалять все эти папки. И, соответственно, идентификаторы «Реклам». Потом я покажу, как восстановить все расширения, которые у вас есть на браузере. Теперь их будем удалять. Но вы не спешите удалять. Есть еще второй вариант. Как удалить ненужный идентификатор, который здесь находится. Как сохранить нам необходимые расширения, которые находятся на нашем браузере. Это будет показано в этом видео. Выделяем это все. Правка. Выделить все. И «Делет». Нажимаем. Подтверждаем. Вот видим, сколько здесь много элементов. Более четырех тысяч. Разных набралось ненужных элементов. Все. У нас чистенькая папка. Теперь баннерная реклама. На время не будет беспокоить нас. А теперь давайте восстановим те расширения, которые нам необходимы и были удалены. Открываем наш браузер. В данном случае это Google Chrome. С правой стороны открываем дополнительные инструменты и расширение. Нажимаем. Вот эти все красные, где мы видим, эти расширения у нас были удалены. Вот переводчик. Восстановить. Восстановить расширение. Сейчас здесь появятся дополнительные у нас вкладки. В том числе и переводчик. Вот она идет. Загрузка. Все. Переводчик появился. Закрываем его. Ищем визуальные закладки. Это блокирует. Визуальные закладки. Восстановить. Подтверждаем восстановить. Идет восстановление. Открывается новая вкладка. Это закрываем. Сохранить изменения. Да. Сохранить. Здесь мы выбираем фон, какой нам нравится. Вот я выбираю фон. Вот этот. И сохранить. Теперь открываем новую вкладку и посмотрим, сохранены они или нет. Все. Как видим, все настройки эти визуальные вкладки сохранены. Итак, все необходимые нам расширения мы восстанавливаем. А теперь расскажу о втором способе, как сохранить те расширения, которые у нас есть в браузере. Любой. Вот примерно здесь переводчик. Открываем подробнее. Смотрим. Индификатор. Вот этот индификатор. Вот выделяем его. Заходим в мой компьютер. И проделываем, как первоначально проделывали. Пользователи. Имя компьютера. Опять дата. Local. Google Chrome. Chrome. User. Default. И нашу необходимую папку расширения. Вот видим, все эти расширения здесь есть. Теперь мы включаем браузер. И будем смотреть сейчас. И смотрим вот это расширение. Прежде чем удалять, мы ищем это расширение. Вот оно. И вот это расширение, которое мы здесь видим, мы его просто пропускаем при удалении. И так все просматриваем. Потом запоминаем, в каких местах у нас какие расширения. И удаляем ненужные нам расширения. Но когда мы удалим все эти расширения, то с чистого листа контролировать дальнейшие действия, какие будут сюда поступать идентификаторы дополнительных рекламных баннеров или другие какие-нибудь новооткрывающиеся закладки, мы их просто проконтролируем быстрее. Потому что на данный момент, вот примерно 3-го, 12-го, а остальные будут идти другой датой. Поэтому в дальнейшем мы эти все идентификаторы, которые были у нас сохранены этой датой, мы их оставляем. А которые другой датой, мы их просто будем удалять. Тут появятся примерно 4-й, 5-й и так далее, которые будут заполнять вот эту папку расширений своими идентификаторами, которые будут открывать вкладки тех или других баннерных реклам или другие какие-нибудь вкладки. Потом не забудем зайти в параметры папок и поставить галочку «Не показывать скрытые файлы папки и диски». Надеюсь, что это видео будет полезным для тех, кому надоела реклама и не знает, как ее убрать. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи. До свидания.